Получается? Вот опять соединились Ты смотри, какая штука Ну и что? Рассказывай Что я хочу еще сказать Это говорит, знаете, о чем? Что о вас знает Патриарх Это однозначно Потому что Кураев с Патриархом в очень тесных общениях, в очень тесных связях находится Вот И это лишний раз подтверждает, что Патриарх ориентируется на вас И вот его заявление о том, что церковь духовная развалена Я чувствую, это без вашего утверждения здесь не обошлось однозначно Ну тут может быть такое дело Наш епископ когда там был, Антоний, тогда был Масендич, он умер Он приехал когда сюда Встречался с Патриархом Алексеем Вторым Я говорю, ну и как встреча? Да ничего Он меня спросил, а какие у вас отношения с Игнатием Лапкиным? Я говорю, так и спросил Ну да А вот Кирилл, он новый патриарх Он значит, теперь мы уже узнаем, как это дело было Он разговаривает с нашим Евтихием Курочкиным, епископ, он домодедовский был Ну и мы-то остались от зарубежной церкви только две общины под батюшкой Все остальные это налево-направо По разным юрисдикциям, или в патриархию, или вообще никуда А мы-то остались как были, так и есть Мы признали этот акт, а в акте об объединении слова не было Это они все потом накрутили Путин там напутал все Он же, разначальник, положил этому, как называемому, объединению Ну и он спрашивает, что там у них, как А Евтихи-то отвечает Ну если бы местный-то епископ вел себя по-другому, может и разговор был другой-то Ну и когда, видимо, поехал туда Максим-то, Максим-то убрали-то Ну, видать, с ним поговорил, патриарх-то Так он с нами встретился, зима, ты меня слышишь? Да Он прямо говорит, я готов на вертолете к вам полететь, на вертолете А батюшка сидит за столом, наши епископы, у него в епархии были Да вертолет-то у нас там садить некуда, одни сугробы А потом, перед самым концом, это где-то, наверное, 19 мая или что было в этом году Он был Тут все увязывает к тому, что он к нам-то приехал Приехал 4 священника с ним, 11 семинаристов, говорит Службу-то провели А его после этого, мы-то уехали в поездку, а его убрали, перевели в Елес, Липецкой области-то А мне, секретарь, который все вел-то здесь, Сергей Беляев-то, и его сняли-то А тут уже, мол, вы пускайте сказать, это вот все, кто с вами знает, их всех сразу запрещают Хоть епископ, хоть кто будет Ну я говорю, я когда в лагере был, со мной не разрешали никому разговаривать А ко мне один подошел, мы долго говорили, он хороший парень-то так Ну, преступник ясно делал, что там, за марихуану или за что попался там Пришел, говорит, ох, отец Игнатий, и бьют здорово От лопаты, черенками, от лопаты Я говорю, за что? За то, что с вами разговаривал Нас всех предупредили, чтобы к вам никто не подходил А я как в изоляции там нахожусь Я говорю, а сегодня-то я же на свободе А вот Кураев-то еще говорит-то И тут надо еще понять, какая аудитория перед ним Он согласно этой, он же умница такой, он согласно вот этой аудитории И говорит, неужели он не понимает, что Говорит, Игнатий, священное писание, то другое Вот священное писание, знание, это он относит к баптизму Его легко разобрать-то А где видишь, что я по уставу жития святых-то, старобрядец Он разложил по полочкам Он же для них это сказал-то, я его понимаю Если я с ним встречусь, он только засмеется Что же Андрей Кураев и не понимает, что священное писание-то в обличении нам И ни при чем тут баптисты-то Баптисты-то взяли нашу синодальную Библию, это еще к тому сказать Скажем, для меня эта тематика стала серьезной Когда я познакомился с трудами самого выдающегося На самом деле от современного миссионера Наверное, вы даже не слышали его имени И может быть, даже это и хорошо Да, как думаете, кто сам отдающийся эльбинный миссионер православный в России Из ныне живущего Из ныне живущего Игнатий Лапкин Думаю, что кто-нибудь слышал это имя, нет? Он живет в Барнауле В Барнауле, в Сибири Знаете, на мой взгляд, я ему очень завидую Он мирянин, а быть, он человек Это человек совершенно безбашенный Свободный Это, знаете, такая жуткая смесь Баптисты и старообрядцы По взглядам Он так краешком Бока имеет отношение к московской патриархии Он там староста общины местной зарубежной церкви Кажется, епископ Евтихий Это его братцы У него томов 15 вот таких вот издано Очень маленьким тиражом Кое-что в интернете есть Вот ответы на вопросы Толкования писаний и так далее И вот в частности, да Он разбирает вопросы и о притяге И так далее О клятвах и прочее О служении И привносит тут массу цитат из отцов Из житийной литературы Он очень значительный человек С чем-то я не могу у него Со многим согласиться не могу Он тоже меня поносит Как по всем кочкам Но у него много очень серьезных вещей Вот именно вдруг Он актуализирует такие пласты Опять же, не столько его мысли Какие-то вот эти цитаты Из писаний, из отцов Житийной литературы То, что мы пришли забыть А он напоминает Да, это ведь есть в нашем предании И нельзя это просто так вот взять И объехать на осле На кривой кобыли В частности Я помню, меня поразило У него на десятках страниц Подборка текстов Против расчленения мощей Как святые отцы Там сколько было видений Когда святые требовали Не вытаскивайте из могилы Не расчленяйте и так далее А у нас к этому Более чем спокойно сейчас относятся До нанотехнологий Мы скоро дойдем В расщеплении мощей Чтобы в каждом храме В каждом христианском доме Был полный комплект всех святынек Ну еще посмотрите Через интернет хотя бы Ну я говорю Давать подписку на согласие Со всем, что говорить не надо Но много Ну хорошая гимнастика Для ума и христианской совести Гарантирована Контрастная душа Это гарантированно Игнатий Лапкин У них, скажем Я бывал у него в храме Там жесткие порядки То есть ходить только в русских одеждах Никаких там джинсов, пиджачков, галстуков нет Прийти в храм за 15-м До начала службы Потом двери закрываются Никого не пускать То есть чтобы Вся служба, чтобы по устало Я говорю Какая-то удивительная смесь Торобрячества И баптизм Потому что Такой пиетет к Писанию И такое знание Писания И нас точно А плевать А ну не плевать Потому что какой-то собор Разрешил А Писание выше собора Это по Писанию А не каким-то собором Прикрывать свою совесть И так далее Поэтому А где-то баптизм А где-то старовер Это очень необычная смесь И уж понятное дело Что решение наших синодов Это именно Лесом, лесом, полем И еще дальше называют Расписание так Или там Слепные соборные решения Исполнять и все Ну в общем-то Нет, он старший Он не священник Барнаул На Алтае Богодат Ну вот Я ему завидую Потому что это свободный человек Вот ему плевать Что про него скажут Вот мне все-таки Не плевать еще А что Не матникало На что Владыка Такое-то скажет Как этот отзовется Что эти Я считаю, что так Значит я скажу Мне будет что В житии святых Против всех соборов А это уже слишком Андрей или кто-то Разве пойдет на это Он просто Ну дает Видит, что беззубые сидят Он ему жует В рот дает Ко мне сейчас Вот буквально Может часа два назад Заходит Ну в личку пишет Там девушка одна Я Из баптистов И меня очень Интересует православие Мне почему-то тянет православие Но я не могу Принять Вот Мощи Вот это вот Всего Можно с вами Пообщаться Он говорит Я заходил Вот к Игнатию Лапкину Он принял меня Вот друзья Мне очень нравится И говорит Вот как Вот все Притягивает меня Вот это все А как звать Ее как звать Сергей Не Виолетта Я не помню А у нее фотография Такая шарка Сейчас я Сколько бы ее звать Я отвечаю Видите Она идет через контакты Напрямую не выходит У нее видимо телефон Она не может найти Зайти на форум А мне Я перекидываю ей Я уже раза три отвечал Обычно я один раз отвечаю Отсылаю к вопросам Ты поищи Пятьдесят пять папок Она стала искать Что-то Ищи Там ереси Ереси секты В одной папке Ты там найдешь Ничего вот так Так же нельзя Я как-то вел занятия В Академгородке Новосибирском Профессор Там набилось И стал из зала Но я им отвечаю На вопросы Я говорю Знаете вот что Я вам завидую просто То что я вам говорю Это мне громадным трудом Досталось Я разные переводы Делал С архивами Там где мог Работал А один встал И говорит А вы Говорит не завидуете Как легко Говорит мы получаем Так легко И забудем У меня один знакомый Он в краевом отделе Юстиции Вот Иван Егорович Ну я стал говорить Вот у меня Элитный такой Адвокат Власова Валентина Васильевна Ну она считается Их два таких Всего-таки адвоката Шпицы она Он говорит А ее муж у меня был Преподавателем В юридическом Ну и там Какая тема была Я говорит Так хорошо готовил Уже выпускной Как на экзамен Это Почти чуть не 300 страниц Говорит Исписал Принес ему Он говорит Проверил Все сказал Знаешь Иван Ты написал неплохо Но ты можешь лучше написать Я у тебя не приму Эту работу Ох Говорит Я как обиделся Я говорит Понял Отпуск пропал Но Теперь я его вспоминаю И действительно Я говорит Второй раз Когда начал Я больше материалов Нашел Ну там По юриспруденции И когда распределение было У меня самое хорошее место Дали в работе Вот Он в краевой отдел Юстиции попал И сразу на большую должность И теперь он рассказывает С благодарностью Что тот Строгио Наложил на него Правила Как бы сказать Требования Повышенные Есть такой фильм Профессионал Вам не приходилось Видеть его? Я видел Да Это французский фильм Мне это слово нравится В любой области Быть профессионалом Когда Думали Как они его захватить А его учителя Привезли Он в коляске сидит Он говорит Вам его не взять Он всегда Шага надо Впереди вас Будет идти Да Мы должны Работать Так Важно Да Важно Если Что ты говоришь Уже Убедить На шаг вперед То есть Уже Диагностировать Что тебя Ответят В трех вариантах Это Вот Это очень важно Она Удала Там вопросов Сколько-то Задала Больше Десяти вопросов Ну я Расчленил И какие Самые Наиважнейшие Вопросы Вот это Тебе надо Вот я Была У харизматов Была Она 12 лет Потеряла Видно Что она Исследует Что-то Я говорю Не она Это Я думаю Она Я ей говорю Вот я говорю 51 год И я ни разу Не солгал Она говорит Да всяк человек Лжив Я говорю В писании Почему Я гарантированно Я нахожусь В церкви И в церкви Утверждено Толкование Я не могу Согрешить Я не могу Солгать Почему А моего нету А вы куда бы ни пошли У вас везде Лож за вами идет И она говорит Я поняла Что вы хотите сказать Она видно Что рассуждает А когда так рассуждает Значит она мужу верная Я уже знаю Где мозги проедает Сатана Она мне почему Я вот там В той теме Задал Это я Там общаюсь С адвентистами Вот они же утверждают Что души-то нет У человека Вот Я ему У меня были Серьезные такие операции Семичасовые Я говорю им Что я видел Своё тело Со стороны Я говорю Это было Вот За всю мою жизнь Это было Самое яркое ощущение Это не сон Это не галлюцинация Это было настолько Ярко Что это Ни с чем Не спустится Со сном Это нельзя спутать Вот И потом же я Врачам Медсёстрам Рассказывал Что они Делали конкретно Кто где стоял И что говорили Дословно Им говорил Они просто Глаза полупустили Но видимо Они такие Опозненькие Вот Им сказать нечего Было Но для них Это не доказательство Не доказательство Это для них Не доказательство Потому что Есть люди Которые Реэнформацию Признают Перевоплощением Для них Я скажу Какие Два места Писания Говорили Нет Я договорюсь Сейчас И на текст Скорость Её это Конкретно Конкретно Заинтересовало Понимаете Она говорит Я хочу с вами Поговорить Мне кажется Что за вами Есть какая-то Истина Я хочу с вами Лично Поговорить Потому что Меня очень Вот этот Комментарий Меня очень Зацепил Понимаете Как То есть Её это Убедило То есть Видимо Значит Это Вот это Ей Нужно Как-то Какие-то Доказательства Существования Души Я Хотел Сказать Когда будете Беседовать С адвентистами Если Разговор Зайдёт О том Что у Человека Нет души И они Всё Говорят Душа Это Жизнь Я С ними Разговарив Очень Просто Скажите А вы Именительные От родительного Падежа Отвечать Умеете Ну Как Умеем Вот Смотрите Я говорю Кузница А Нет Чего Кузнецы Дым Шёл Из Кузнецы А при чём Эта душа Я говорю Дальше будет понятно Открываем мы Послание к евреям 12 глава Приступили к духам Праведников Не к праведникам А к духам Которые праведникам Принадлежат В родительном Падеже Кому они Приступили Павел Говорит Впереди Приступили И говорит Ходатай Нового Завета Я говорю Как Они говорят В молитве Правильно И далее Говорит Гагаре Сиону Как Объясняют правильно Я говорю А к духам Праведников А к каким Я говорю Зачем Это я вопрос задал У человека Он Дуалистичен У него Душа И тело Иногда душа Называется Духом Это легко Покажу Я К духам Праведников Достигших Совершенства Вы приступили Ход раз А как Я говорю Так вы же сами Сказали Что в молитве Я молюсь И говорю Святой Апостол Павел Моли Бога А мне грешным Вот я приступил К нему Я он Златоуст Моли Бога А мне грешным Вот я приступил А второе А второе Пять-четыре Как помнится В откровении Говорит Увидел я души Убиенных Поджертвенником Увидел не убиенных А души убиенных Слово убиенных В родительном пониже Слово убиенных Души Души Которые Принадлежат Убиенным Как духи Там Говорит Принадлежат Праведникам Все У них Глаза В разбежку На 13 сантиметров Сразу Нет Ну тут же еще Тут же самому Себе Легко доказать Вот ты когда Идешь И сам с тобой Разговариваешь Ты задаешь Вопрос И тебе И ты думаешь Так А получаешь Ответ Другой Ну с кем-то Ты разговариваешь Однозначно Ум твой С кем-то Разговариваешь Ну это же Ну как Это же реально Для каждого Понять Что ты не один Что в тебе Что ты есть Еще Если она придет Еще раз Вы ее отсылаете Только на сайт И скажи С правой стороны На наш сайт На наш Вот Там Ваш ответ Не просто Знаете Как она Она У нее сейчас Скайпа нет Она говорит Я Подключусь В скайп Вот Если возможно Чтобы она Я с ней побеседую А я вам Ее Пришлю Ей бы с вами Хорошо Да Вы дайте Она пусть зайдет Но она как-то сказала Говорит У меня времени нет 1300 ваших роликов Просмотреть Я говорю Не надо Вы в папке Прочитаете Вот откройте папку Там е Ересь Секты И там ваши вопросы Они отвечены Очень подробно Вам искать нигде Не придется Но она согласилась По крайней мере Ну как она сказала Человек Ищущий Таких Похоже По всему Да Да Я ей сказал Вот вы были у харизмата Где-то Мое обращение Было у пятидесятников Это тогдашние Их родители А какое обращение То есть я там Получил библию И покаялся Все Больше ничего не было От них Мне ни одна Порошинка не пристала Я сразу понял Это заблуждение А библии Нигде Никто раньше не давал Я это сказал Может быть Это ее тронуло Немножко Людей как-то трогает Когда Одна подошла Ко мне Ну что вы Никогда не злитесь Что ли Я говорю Ну как Никогда не гневайтесь Я говорю Да бывало Гневался Обозлился О Вот ты тоже Такой же Я говорю Так ты хоть спроси Зачем я загневался Я сплю У меня там Сооружение Трехэтажное Такое Ну Половина там Голубятня А в другой Я сплю А у соседа У меня кошка Открыто А у него собака Брешет То на воробья То на облака А ему даже Нужны нет Я обязан Был встать Я не могу заснуть Однем-то мне надо работать Я ждем-то Никогда не ложусь Я взял пруд И пошел Собаку эту дернул Она в конуру залезла И все На этом конец А утром я хозяину Выговорил Говорю Виталий Ну маленько Смотри хоть У нас же в уставе Написано Чтоб собака Зря не брехала Вот видите Вы огневались Я говорю Ну и что Три-пять Считаем мы У Марка написано Иисус с гневом Возрел на них Скорбя Боже за защищение сердца Как? Что Иисус гневался? А ты думал Что с улыбкой Он гнал их плетью оттуда? Там летели Перепрогрегнули Столы А написано Все они сами падали От землетрясения От цунами Да вот Люди Не зная Что предъявить Вот еще Такие вот Как говорится Такие уже Ходы Вот Артамошин Александр Видел Последнее Я смотрел Вот он начинает Там беседу Может и начинает А вам предъявляет О самолюбовании Что вы Любованием Себя Занимаетесь Ну так Смешно Так Люби ближе Как самого себя Как я могу любить ближе Если себя то не люблю Себя Любим Это же вот Человек Любуется собой В любом случае Даже если И даже если Он Не Ума Не Имеет Он В любом случае Любуется Собой Кто-то Просто Открывает Это А кто-то Это Как говорится Прячет Это Любуется Каждый человек Собой Своими делами Любуется Вы только Все Скрываете Андрей Кураев Говорит Я не могу Это сказать А Игнати Он еще Безбашенный Он говорит Что значит Слово Означает Для меня разницы нет Впереди Яма Или смерть Я обязан Дойти Потому что У меня Истина Мне Спорить С тобой Не надо И Андрей Кураев Это Очень Хорошо Понимает Вот Так Он Говорит Нападает А еще Он Нападает Вы Прошлый раз Сказали Какие Дела Добрые А у меня Никаких Нет И У тебя Все Ничего Нет У меня Собрались Братья Скажите Последний раз Вы когда На молитве Плакали А Что Это Такое А у У меня Было Такое Что День И Расплавился Когда Падает Какая Душа И Бог Дает Это Не Мое А Вы Это Не Знаете А Дальше Умыл Лицо Помазал Голову Весел И Вышел На Улицу Прямо Беда Один Сейчас Ко Мне Зашел И Прям Привязывается Фамилия Снегов Он Будет Здесь Ну И Начинает А Я Слышал Если Кто Что То Скажет Вы На Него Снегов А Я Сразу В ответ Пишу Николай Суртаев Пора Тебе Уже Опомниться Я Знаю Кто Он Под Этой Кличкой Он У меня Был Потом Ушел Он Такой Смутной Мужик Я Говорю Ты Пришел За стол Садись И ешь Что Ты Подсматриваешь Вот Я Забыл Кому То Надо Узнать Здоровому Мужику Вы То Что Сказал Ты Зачем Только Первый Шаг Делаешь Я Тебя В черный Список Заносил Ты По Другим Именем Зашел Я Тебя Называю Как Есть Он Сразу Раскрылся Тогда Уберите Убрал Своё Мое Уберите Ну Своё Ты Убрал А моё Зачем Убирать Ты Со Своей Блевотиной Идешь Сразу Сюда Я Тебя Не Звал Ты Зашел Ну Бери И ешь Что Я Должен Делать В своём Доме Страница Это Моя Что Перекрещивают Вон Там Начало Патриархия Я Уже Не Стал Ничего Говорить Вижу Он Занудливый Такой Мужик Думаю А то Он Уйдёт Опять Ещё Не Почитает Прям Беда Он Живёт В этом Горно-Алтайске И Везде Лезет И Лезет И Лезет Вот Сегодня Ко Пологода Не Был Я Чёрный Список Занёс Прям Покосной Мужичонка Держит Свою Корову Всё У него Есть Нормально Ну Ты Иди Делай Чё Вы Вокруг Меня Крутитесь Я На Твой Листок Никогда Не Захожу Как Одни Поносили Льва Толстого Он Говорит Знаете Это Бывают Шапки Тявки Говорит Вокруг Колокольни Бегает И Тявкают И Они Все Разные Как Кто Что Себе Находит Надо Жить Интересно Красиво Чтобы А у Вас Биография Скучная Такая Тусклая Что Вы Сами Боитесь В неё Заглянуть А Вокруг Меня Ходите Но Мне Разницы Никакой Нет Андрей Кураев Правильно Сказал Игнать И наплевать Что О нём Говорят Мне Даже Думать Об Эм Некогда Это Раньше Попы Заботились Агентиную Я Насчитал Златоуста Библию Хорошие Записи Были Это Они У меня Подпорченные В земле Лежали Я Говорю А я Откуда Знаю Про Это У меня Зуб Болит Ну Ещё А я Буду Думать А в Австралии На меня Портрет Напечатали Мне Это Полегшило Заботиться О том Загоржусь Я Или Нет Я Говорю А на Чем Житие Я После Это Уже Златоусте 12 Томов Насчитал А у меня Времени Нет На Это Прямо Смешно Вот Совсем Ну Важно Я Вот Так Думаю Важно К любой Теме К любому Вопросу Подходить Сразу Себе Дать Так Понять Полезно Будет Это Моей Душей Или Повредит Это Моей Душей То есть Любой Темы Можно Вынести Определенный Ответ Полезно Мне Это Или Вредно Мне Это Вот Ну Зачем Цепляться Там Ну В любой Теме Можно Найти Как говорится И Отрицательное И положительное Ну Всегда Ведь Ну Если Ты Человек Разумный То Возьми Себе Оттуда Доброе А это Оставь Пусть Будет Если Не Нравится Зачем Раздувать Да Девчонки Я посадил Дети Сидят Окола Школа Ну Прям Почти Первая На моей Дети Там Загипнотизированы Ну Всякая Чушь А другой Красота Какая Там Как Ангелочки Сидят Ну Каждый А мне В ответ А почему Вы не Отвечаете Вот Вас Поносят Там Это Все Лапкиных Там Зазомбировал То Другое Я говорю А что Я должен Что Я должен До Вот Вот Заходит Она Кто Виолет Это Задает Я Пространно Три Или Даже Четыре Раза Ответил Это У меня Редкость Такая Я Вижу Что Она Ищет Я Просто Вынужден Как бы Ответить Да Есть Бунт Такой Праведный А есть Бунт Он Совершен Для Личного Как Боится Утешения Утешения Своего Вот Этой Бородости Своей Вот Мне Вопросов Этих Сергея Столько Задавали В университетах В школах Везде Вопрос Я говорю Ставите К нему Четыре Вопроса Всегда Ставьте Что Ты Ищешь Духовное Или Телесное Вечное Или Временное Первый Вопрос Второй Вопрос Что Об этом Говорит Библия О том Что Ты Хочешь Делать Третье Что Об Этем Говорит Твоя Совесть И Четвертое Не будет Летом Соблазн Людям Во вред Кому То Все Решил Положительно Ответил Сам На Свои Вопросы Стоит Ли тебе Сайт Открывать Стоит Ли поехать Тебе В Японию И Начинай Тогда Делать Иди Благословись У батюшек И иди Делай А Почему У батюшек Я говорю Да потому Что Написано Пойди Покажи Священнику Христос Для чего Говорил Это Почему Не сказал Пойди К филистимлянам Пойди Покажи Священнику Божию Господь Сам Первосвященника Посылает К священникам Пойди Покажись Вот Мы же Возьмем Вот Сейчас Опять же Я вернусь К мощам Вот Спроси У любого Ну Выстраивайтесь В очередь Целуйте Раки С мощами Ну Что Тебе Лично Дает Что Тебе Лично Дает Что Ты Выносишь Из Этого Вот У меня Вот Это Я Ни разу Не знаю Я Ни разу Не целовал Может Действительно Что-то Там Получаешь Но У меня Нет Такой Веры Вот Как И что От этого Может Полную Пользу Как Вынес Какая У нас Крещение Было Зимой 19 И вот У меня Еще Открытый Живой Журнал Есть Вам Надо Просто Живой Журнал Игнатий Лапкин Зарядите И сразу Зайдете Я А были Вот И наш Епископ Ифтихий Говорит О крещении О том Что это Языческий Обряд Что купаются Думают И уже Придумали Грехи Прощаются И все Так на него Как навалились Я тут вижу А другой Говорит Ну что же Это Последнюю Игрушку У нас Отобрали Соску Отобрал У них Останется Время Тут же Тут же Сразу И И Церковь Отфильтруется И Вот Такие Вот Отпадут Сразу Останется Время Для Проповеди Вот Это же Душа Полезна Будет Да Что же У нас В Воронеж Летом Или весной Привозили Матрону Мощи Матроны Вот Так что Творилось В городе Маму Наравяем И Позакрывали Движения На Центральных Улицах И Кошмар Кошмар А зачем Вы стоите А зачем Вы стоите Тут В семье Неполадки Сын Там В тюрьме Дочь Там Взвелась Вот Стоим Может Поможешь А ты Сергей Не видел У меня Ролик Один Сделал Михаил Кальмаев Называется Так Патриарх Куда Ты Нас Ведешь Я Видел Это У вечного огня У вечного огня Там И там я говорю о патриархе Патриарх говорит А потом я говорю Что патриарх говорит Вот столько-то были Там мощей Я говорю Он не должен говорить этого Я думаю Я думаю Подделка Какая-то Нет Гляжу Его губы Шевеляться В такт словам Как Это Столько Миллионов Это Такая Вера Я говорю Как раз Это Показатель Неверия Верующий Сына Божий Имеет Жить Вечно А чего Ты Я А вот Интересно Андрей Кураев О мощах А то Нанотехнология Будет То есть Они по одной Малекуле Будут давать Скоро Полный набор Мощей Вот это Его тронуло А он Андрей Он положительно Отзывается Везде А Игнатий По кочкам Пронес Он как-то Чтоб поток Был Не по всей земле Я говорю Так вы еще Евангелие От Кураева Что ли Читали Написано Самые высокие Вершины Я о нем Нигде Не говорю Другого Говорю Согласно Его выступлению А мне вопрос задают Но он это говорит Не в обиду Ко мне вот Заходит Даже на этой неделе В понедельник По моему Женщина заходит Вот Дочка Дочка Плохо Живет У меня Пенсия Маленькая Хотела бы Заказать Икону Матроны Слушала Что она Помогает Это вот Я практически Дословно Читаю Я таким Даже вот Отказываю Я говорю Додушка Ну и вот Идите Вот В храм Сходите Вы принесите Богу Свои Как говорится Свои вот эти Вот Страдания Вот Вам Бог Поможет Что же вам Доска Которая Он пришлю Поможет Что ли Я вот Даже Отказываюсь Буквально И от денег Мне денег Такие Ненужные Ну что же Я Перебором Стою И я буду Доском Для того Чтобы она Ее целовала И ждала Помощи А вдруг Не поможет Что же Он тогда Будет делать Язычники Идолопоклонники Самое Настоящее Я как то Рассуждал Об этом Говорили Ну вот Мне все говорят Ну вот были бы Патриархом Значит Как Я говорю Вопрос стоял бы По другому Я бы в первую очередь Большую работу Наладил среди Сектантов Вот мне одни пишут Ну вот я допустим Ну я все признаю Православно Ну Ну я с мощами Никак не могу Я говорю А договорились бы Вам они не нужно Хороните на кладбище А еще Вот эта одежда Так Ну галстуки Снять А остальное Пускай так Будут одеты Прилично То есть С них ничего Этого не требовать А только то Чтобы они приняли Каноны Соборов А дальше Как у баптистов Принято Пусть она будет Не полная Литургия Только Литургический Самый Евхаристический Канон Вот это вот С этим уже Дальше Никак нельзя идти И получили Чтобы рукоположение Из ваших Так называемых Старших Преститеров Было не менее Двух епископов А вы Перерукоположите Остальных А вот мы Как Ну Я например Определенно Вам говорю Какие правила Вас смущает Вот это Икон нет Икон без икон Можно спастись Ладан Там что такое Без свечек Это все Можно спастись Но без чего нельзя Это определенно Без рукоположения Где нет рукоположения Там нет церкви Я ни разу В жизни Не диспутировал С католиками С григоряно-армянами А я живу рядом с ними Почему Вот Недавно Там зашла Одна какая-то Маранитка Это Они сейчас Католикам Прильнули О чем Говорить У них Есть Епископаты Все Да не так Да там У нас тоже Не так много У нас Но надо смотреть Смертельно опасно Это или нет Вот и все Вот сейчас У меня на форуме Выставлен Священник Сергей Желудков Слышал? Я что-то слышал Да Ну его запретила КГБ Когда-то Он уже умер И вот он Там разбирает Богослужения У него настолько Оригинальное мышление Как будто бы Вот как будто бы Я с ним рядом Где-то жил И вот он Он рассказывает Говорит Михаил Ардов В Новый Говорит Приход прислали Говорит Я знаю как Все Там В храме А потом Слышал Какое-то движение Я говорю Что там за шум Выглянул Гляжу Что-то вокруг Столика Шевеляться Говорит А что делает-то? Да как Печенье перекладывает Какое печенье Откуда оно? Купили А почему? Ну говорит Отложим по печенью И они заранее Распечатают печенье И каждое По одной печенюшке Откладывают По печенью Я говорю Так как Да какое же тут печенье-то? Ну вот видишь как Я-то еще скажу И могу Улыбнуться Но это же священник Говорит И ему нельзя Потому что Вы же допустили До этого Почему у нас По печенье Не откладывается-то? У нас по мощам Люди не ходят В крестные ходы Не ходят А идут по городу От квартиры Квартиру На благовестие Да Мне вот интересно Ага Да, я слушаю Вот когда Слепой пришел А исцеленный Христом Да ему говорят Народ сей Говорит Невежда Проклят В законе он Ну здорово Вообще-то Проклят И все Да вы же Любезные пастыри Довели до этого Вот отец Дмитрий Смирнов Когда говорит Что православные Крещеные Которые Они дальше От христа Чем мусульмане И крещеные Все правильно Но Почему ты дальше Это не договариваешься Это твои прихожане Ты же такими И сделал-то Я эти слова Не могу сказать Почему У нас люди Знают Христа Мусульманам Еще нужно Полторы тысячи лет Расти до наших Но у них Много хорошего Я беру Да сейчас Молву по интернету Пустили Что меня финансируют Муслимы Мусульмане А Игнатия Теперь разузнали Говорит Это тайный сотрудник КГБ Они уже не знают Меня как ударить С какой стороны Было же такое Что говорит Я каноны не признаю До того это Интересное обвинение Ну что я могу сказать Только Смеяться-то нельзя уже Ну вот По поводу Вот этой темы Что я Зашел там На форум И там Обсуждается Тема вот эту Широко По поводу Духовных развалин Церкви Да Вот Там же Там же Как патриарх Говорит Что на Минимум На четыре Поколения То есть Люди уже Все Отошли От истины Уже Четыре Поколения Не знают Христа Да Вот Я вот на форуме Вот это вот Привел Значит Вот это Высказывание Патриарха И вот Вот этот Константин Не помню фамилию его И он Понимаете Я молюсь За церковь За церковь За здоровую Какая там Больная церковь Что вы Нас позорите Перед Там Сектантами Какая больная Наша церковь Наша церковь Она истинная Там Мать церковь Понимаете То есть То есть Ему важно Важна Такая Одно Что у нас церковь Она мать церковь А что в церкви Творится Это уже не важно Да Так что Ну что Наша церковь Не может быть больной Церковь наша Стоит из людей Что наши Люди И не Исцеленные Все И как говорится Все привиты От болезни Что она больная Сколько в церкви Это было народу До 2 человека Это когда еще Было сказано Когда это был Василий Галажин Когда это сказал В каком веке 2 человека Из тысячи А сейчас Что же Сравнивать С теми временами Когда Поголовно Все веровали А сейчас Сейчас Что сравнивать Из миллиона Это двое 600 тысяч Могущих Носить оружие А вошло Только 2 человека Что непонятно Когда людям Это показывать Начинаешь Они вообще Ничего не знают Я говорю Скажите Вот к вам придут И вы им задаете Вопрос такой Скажите Вот вы говорите Мать Мать церковь А скажите А кто такие Огола и Оголива Скажите Огола И сестра Оголива А кто я слышал Но я тоже не знаю Ну это очень Интересный вопрос Я сейчас скажу Точно Где это есть Вот сейчас Плохо вижу Вот Это Из Икииля 23 Глава Имена Большая Огола А сестре Оголива И из Икииля 23 34 И были они Моими С большой буквы И рождали Сыновей И дочерей И именовались Огола Самарию А Оголива Иерусалимом И стала Огола Блудить от меня И пристрастилась К своим Любовникам К осирианам К соседям Своим И далее Подробно Описывается Что было Где она Блудила Где под каким деревом Широко Раскидывала Ноги Как она Блудила С изображением Халдеев Скажите О ком речь идет Вот пусть они Подумают Так пророк Это из Икииля Кем тогда Они называли За такие слова Они не понимают Что не баптизм Это дух Пророчества Это дух Пророчества Говорит Через верующих Когда мы Пророками пользуемся Я привожу Вот сейчас я говорю Вот сейчас В данный момент Я считаю Пророческие слова Пророк из Икииля Это не Не просто так Вот я Не нравится мне Церковь Патриархия Или Папа Римский Я по слову Божию Говорю Это относится ко всем Но уже не к частному лицу Дружба с миром Что особенного Ну люблю я ходить На танцплощадку Ну на дискотеку Ну и что Да ничего Духовная проституция Яков говорит 4.4 Яков Апостол В Новом Завете Прелюбодеи И прелюбодеи Цы Не знаете ли Что дружба с миром Есть вражда Против Бога Всего только Это дружба А рядом Вражда 96 Псалом 10 стих Говорит так Любящие Господа Запятая Ненавидьте зло Любовь и ненависть Пришли ко мне в обнимку Люди этого не знают И поэтому мнение этих людей Действительно Пискомара Жужжание жука И карканье вороны Только Я вижу Что у него Тяжелое положение Я могу Помолиться Если понимает Человек Да Тяжелое Тяжелое А кого А ну Лег Я вот эти Я вот заявляю Такие вот вещи Я не считаю Что я Себя Я же говорю Как есть Вот Допустим Чего я достиг Божьей помощью Вот Я говорю об этом Ко мне Заходят на мой сайт Вот Тысячи людей Ну у меня Лежат десятки Писем благодарности Вот мне из Канады Женщина одна Одна пишет Заказала мне икону Сын наркоман Вот Сын кололся Уже Более пяти лет Что ли Вот Неслала икону Дала почитать Вашу жизнь Как бы к Богу пришли Вот Он Эту икону Взял Просидел С ней Говорит Полвечера Утром Проснулся Говорит Мам Я с тобой Пойду в храм Вот И бросил Ларкотики Вот Понимаете Писки У меня десятки Таких Писем Вот То есть Люди Заходят И глядят На мою жизнь И меняют В корне Один Алкоголик Говорит Я по дискотекам Там День и ночь Я говорю День Хорошо зарабатываю День Их Прорабатывал Говорит Сейчас Хожу в храм Посмотрел На вашу жизнь Скажу в храм Несу Несу Деньги Раздаю Ползарплаты Этим Нищим Сидят На паперти Раздаю То есть В форме Жизнь Меняется Ну а почему Я не могу Сказать Об этом Заявить Об этом Что Господь Так Со мной Поступил Что Через Меня Люди Спасаются Я готов Крещать Об этом Что Я Через Остницу Господь Увещевал А Это Что Через Меня Не Может Что Почему Я не могу Об этом Заявить Да Нет Вот Принимают Все За Какое То Ты Возгордился Там На тебе Ты Себя Там Выставляешь Что Ты Такой Интересно Такой Я говорю А у меня Ни другой Реклама То нет Я сам Я прихожу И обязан Сделать А вы Пиаритесь Я говорю Объясни Что Слово Ни один Не может Объяснить Я говорю А что Ты Говоришь Слова Которые Даже Значения Их Не Знаешь Я Говорю Я Пришел Вот Такой Как Если Сказал Я Хороший Возьми Меня Ты Даже Не Понимаешь Что Я Говорю У Меня Задача Ввести В Доверие К тебе 38 Моих Друзей Без Которых Тебе Трудно В этой Жизни Я Обязан Это Сделать Я Говорю В библиотеку Прихожу В каждую Библиотеку Дарю На 750 Евро Евро Я Должен Вызвать Доверие Меня Не Звали Не Ждали У меня Задача Это Какая Вызвать Доверие К себе Мгновенно Повернуть На Книгам Как Автора Теперь Я Ухожу Они Работают Вы Это Делали Я Никто Не Делал Во всей России Этого Не Делает Никто Никого Больше Нет Я Один И Поэтому Правильно Я Неправильно Делаю Мне Пример Это Никакого Нет Но У меня Задача Какая Я Я Хороший Я Должен Показать Что Вы Меня Обложили Со Всех Сторон Еретик Сектант Я Должен Течении Пяти Минут Разбить Это А Говорит А Ты Себя Выставляешь А Почему Не Вы Говорите Что Вы Меня Обложили Со Всех Сторон А Нет Это Не Говорят Я Должен Из Этого Вашего Дерьма Выползти Сейчас В Незнакомом Месте Создать Нужный Аромат И Показать Что В Эти Книгах Есть То Чего Нигде Нет Вы Лжете Какой Мне Там Авторитет Я Больше Никогда Так Это Какой Кота Где В Россию А За Рубежом То У 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 14 Тысяч Евро Надо Достать И Примерно Около 450 Тысяч Рублей Плюс На Горючее Так Ничего Нет Будет Ты Мою Верующую Не Знаешь Я Говорю Тогда Они Начинают Что-то Придумывать А Почему Придумывают Да Потому Что Ничего Не Делают У Них Другой Обязанности Нет Я На Них Не Могу Обижаться Он Несчастный Человек Ему Такая Роль Выпала А Мне Другая Роль Выпала Как Шекспир Говорил Жизнь Это Сцена На Которые Мужчина И Женщина Выполняют Особую Роль У Тебя Значит Друг К ним Вообще Не Приступает Я Скажу Скажите Вот В моем Положении Вот Вы В незнакомое Место Приезжаете И вы Не я Автор 38 Книг У вас Задача Такая Чтобы Книги Начали Работать Без Меня И Чтобы Они Стояли На Первом Месте И Чтобы Они Сохранились Как Я Должен Говорить Как А Что Это За Книги В Первую Чуть Ко Мне Вопрос Кто Я Такой Кто Я А у Нас Книги Хаббарда Запретили Вы Не Хаббард Да Не Хаббард Я Я Должен Да Кого Мы Считали Про вас В интернете Они Обложили Меня Со всех Сторон Что Я Должен Делать Как Протопо По Вакууму Я Их Лаял У У меня Выхода Никакого Нету Я В день Должен Посетить 5 мест Таких 5 Селали 5 городов Вот У меня Какой График 5 Каждый Должен Однозначно Однозначно Я Не Понимаю Я Не Понимаю Человек Достиг Достиг Такого В жизни Полвека Он Стоит В Истине Стоит Почему Он Почему Он Немка Не Может Он Должен Заявлять Об Этого Он Не То Что Не Может А Он Должен Однозначно Должен Каждый Шаг Он Должен Комментировать Да Потому Что Он Поставлен В Этого Тут Я Думаю Тоже Как Как На Это Опять же Кому Господь Откроет Тому И Откроется А Иначе Никак Так На Меня Нападают Уже Зато Почему Вы Не Обороняетесь Я Говорю Скажите А Как Это Минута Жизнь Моя Уже Даром Пропала Я Вижу Иногда Бывает Я Скажу Посмотри Такое Там Место Ссылку Мне Некогда Заниматься Этими Глупостями Я Постоянно Учусь Если Сказать Только Сегодня Сколько Я Пересчитал Сколько Ответов Дал Так Мало Кто Поверит В Это И Вот Это Что Указали Где Кураев Говорит Я Его Слушаю Кураева Да Кое Что Недослушаю Сидел Сколько Часов Переносил На Бумагу А Потом Володя Пришел Володя Давай Проверим Еще раз У тебя Слух Получше А Там Где Он Говорит И По Столу Кто Колотит И Звук Заглушается Все Я Уже Сделал Уже Для Дал А Маяковский Считал Стихи А Один Поднял Руку И Говорит Владимир Владимирович Мы С товарищем Вашей Стихи Не Понимаем Он Мгновенно Ему Сказал Нужно Иметь Умного Товарища Вот И Весь Сказ Да И Знаете У меня Такое Приложение Есть Вот Этот Ролик Пока Не Выставляйте Вы Мне Его Пришлите Вот И Я Здесь Ставлю Ссылку Напураева Вот То есть Она Будет Об этом Ролике Вот И Человек Пойдет Ставлю Давай Повтори Малень Какой Сегодня Мы Запишем Вот Сейчас Который Мы Снимаем И Как Я Вам Перешлю Куда Через Интернет Вы Его Через Интернет Мне Пошлите Как Файл Она Не Пройдет Пройдет Легко Это Как В mail.ru Послать В почте Я В почте Я Вам Пришлю Адрес Моей Почты Давай И Вы По Почте Этот Файл Пришлите Мне А Я Обработаю Поставлю Там Ссылку И Вам Пришлю И Вы Потом Только Выставите Его Хорошо Но Я Сначала Ужать Должен Я Сам Все Ужму Там Нет Я Не Могу Переслать Он Больше Гигабайта А Ну Вы Ужим Я Ужму Так Ты На Следующий Раз Имей Ввиду Когда Сегодня Позвонил Один Час Раньше Начинает Звонить Я Знаю Мне Просто Вот Это Вы Написали Ссылку Пураев И Мне Прямо А Ну Ладно Я Работал А Я Все Бросил И Вот Звоню Вам Но Все же Андрей Молодец Смотри Он Как Отвечает Хотя Игнатик Говорит Меня По Всем Кочкам Проволог Говорит И Но Он Молодец Да Я Вот Иной Раз С Нем Так Вот Сомнений Меня Все Рано Я Мне Нравится Видите В чем Дело Если Я За Него Молюсь И Молюсь Несколько Раз В День Каждый День То Ясное Дело Что Мое Отношение К нему Другое Чем У Других Людей Я Говорю Вот Поносите Невзорова Ругайте Я Молюсь Чтоб Бог Открыл Им Истину В них Столько Хорошего А Их Задавили Затолкали Ведь В любом Государстве Если Был Премьер Министр Или Был Президент Он Ушел Не Избран То Он Не На Затворках Он Важные Места Будет Занимать А У Нас Сразу Хрущева Долой Сместили Больше Никогда Он Не Будет У Нас По другому Относятся К людям А Надо Научиться Пользоваться Я Говорю От Каждого Взять Хорошее Но Это Надо Увидеть Да Увидеть Да Ну Не Каждому Ну Да И все Володя Стань Рядом С мной Пусть Он На тебя Посмотрит Преклонись Сюда Вот Это Володя Он Он Ездит В другой Город Занимается Чем Нанимается Колоть Дрова И Каждый День Машет Там Колуном Бьет Он Мне Снился Игнат Технич Он Мне Неделю Три Снился Как будто Я Приехал Зима Как будто Зима Такая Снежная И Я Приехал И Володя Вот Мы С ним Обнялись Я Володя Ну Что Пойдем Меня К вам Проведи Меня Принатек А Он Мне Правил Я Так И Не Понял Куда В Кого Мы Ждали И Так И Не Дождался Я Вас В общем Снился Ты Маленько Так В разговорах Прощупывай Нам Нужна Смоленская Область Или Калуга Вот Где-то Здесь Все Я Помню Мне Ничего Не Получается Получиться В другом Месте С другой Стар Главное Что Ты Помнишь И Молишься А Теперь Люди Которые Приходят Тебя Ну Как Понужают Это Как Коня Понужают Бищем Из-за Меня Скажите Зря Не Трати Время На Меня Это Никак Не Влияет Вот Скажи Андрей Кураев Говорит Игнатию На Это Наплевать Вы Теряете Зря Время Скажи Вы Лучше Занимайтесь Сами Собой И Тогда Будете Знать Свои Таланты И Как Помочь Другим Ты Вот Андрей Говорит Скажи Он Не Меньше Вашего Знает Андрей Берет Там Сколько Книг 13 Что Он Он Говорит Он Еще Не Знал Что 38 А Нынче В Германии Он Был К Нему Подошли Спросили От Меня Поклон Передали Ему Ой Он Как Обрадовался Андрей Какие Новые Книги Да Нет Он Перестал Я Если Кончаю Я Уже Больше Ни Одной Буквы Не Пишу Да Вы Что Вот Ну Все С Богом Давай Отдыхай Все С Богом Грин Слава Христу Вот Господь Нашел Его Где-то Дает Утешение Он Один Меня Заменяет Скольких Людей Поговорили Родственная Душа Давай Подсоединяйся Сейчас